Романс о любви к природе, очаровании, красоте и гармонии. Одно из самых совершенных творений Чайковского. Артист Михаил Гужов исполняет с особым трепетом. Иоанн де Маскин – это сильная фигура, которой он находился долго в скиту. И потом он вышел, когда он долго не видел всей этой природы, всей этой красоты. И вот он поэт «Благословляю вас, Лиса». Михаил влюбился в музыку, когда ему было 16. С тех пор считают ее спутником жизни, главным ориентиром. Композиторам, музыкантам, мы, может быть, даже смело могу сказать, являемся, наверное, каким-то даже своего рода посредниками между Богом и людьми. Потому что вот то, что музыка, это вот не спадает, она сверху, это Божий дар. Принять и подарить поколениям – главная задача любого композитора, говорит Михаил Гужов. Таким был Сергей Танеев. Учился у Чайковского, а сам воспитал Скрябина и Рахманинова. Плодотворные годы творчества провел в Дюдьково. Человек, он был кристальной души, Сергей Иванович Танеев, был очень начитан, обладал огромной музыкальной и общей эрудицией. И счастьем для таких вот выдающихся музыкантов было учиться у великого человека. Игорь Полтавцев участвует в Танеевском фестивале уже шестой год. Признается, в музее воссоздана атмосфера дачи московской интеллигенции, 15 тысяч экспонатов, фотографии, книги, мебель и даже рояль со столетней историей. Это серебристый такой бархатистый оттенок, звучание с таким флэр, называйте, с послевкусием струн. И, знаете, это вот переносит как бы мысленно в старину и практически создает атмосферу 19 века. Но рояль прекрасный, он очень темброво наполненный. В стенах этого дома звучала музыка еще при жизни Сергея Танеева. Звучит она и сейчас, символично, на Танеевском фестивале. Уже 30 лет он объединяет ценителей классического искусства.